Как вам новость об открытии каменистой землеподобной экзопланеты, которая находится в обитаемой зоне своей родительской звезды и, возможно, обладает атмосферой и жидкой водой? Всем привет! С вами Фенимор! Интригующую экзопланету открыла группа астрономов, работающая на очень большом телескопе в Чили. В своем исследовании группа изучала планетную систему, центром которой является звезда L9859 и заинтересовала ученых потому, что планеты этой системы по своим характеристикам очень похожи на планеты внутренней части нашей Солнечной системы. Методом измерения лучевых скоростей удалось открыть сразу несколько любопытных объектов. Один из них планета с массой вдвое меньше массы Венеры. Она оказалась самой легкой из всех планет указанной системы. Также были обнаружены планета Океан и похожая на Землю планета, которая вероятнее всего находится в зоне обитаемости. В астрономии ее также называют зоной жизни. Это так называемая область в космосе, определенная из расчета, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к земным, то есть они будут способны поддерживать существование жидкой воды. Считается, что такие планеты обладают благоприятными для возникновения жизни условиями. Открытая планета, находящаяся в зоне обитаемости, может иметь атмосферу, которая способна защищать и поддерживать развитие жизни. Прежде всего данные телескопа указывают на то, что в атмосферах или недрах трех открытых планет возможно имеется вода. Еще две обнаруженные планетные системы L-9859, расположенные ближе остальных к своей звезде, вероятно представляют собой засушливые миры. Ученые считают, что даже если там и имеется вода, то присутствует она в очень малом количестве. А вот на третьей от звезды планете доля воды может составлять до 30% ее массы. Авторы и называли ее планета-океан. Касаемо планеты, похожей на нашу Землю, то она поначалу скрывалась от наблюдений. Раньше ученые ее не видели и только недавно удалось установить, что она существует. Это космическое тело является пятой по счету планетой, если считать их расположение в порядке удаленности от звезды. Все признаки указывают на то, что на ее поверхности может существовать жидкая вода. «Мы нашли признаки существования землеподобной планеты в зоне обитаемости этой планетной системы», подтвердил ведущий автор исследования Оливье Деманжон, сотрудник Института астрофизики и космических исследований университета Порту. Исследования этой планетной системы предвосхищают будущее. Человечество ищет планеты, похожие на нашу с момента рождения астрономии. Неужели мы, наконец, приближаемся все ближе к регистрации планеты, похожей на нашу, в зоне обитаемости своей родительской звезды – планеты. Для изучения планетной системы L9859 астрономы использовали специализированный спектрограф, смонтированный на телескопе ВЛТ. Он был разработан специально для поиска каменистых экзопланет. Важные данные помогли получить исключительную точность и стабильность измерений. Открытая астрономия экзопланета обнаружена при анализе фотометрических данных, полученных со спутника. Ее существование было подтверждено независимыми наблюдениями с помощью спектрографа, установленного на телескопе Магеллан Клай в Чили. Астрономы смогли собрать данные, необходимые для изучения характеристики звезды хозяина, измерения радиуса и массы планеты. Эти значения позволили рассчитать плотность планеты и выдвинуть гипотезу о том, из чего она состоит. Она очень похожа по размеру и плотности на Нептун. Есть версия, что данный объект обладает такой же толстой газовой атмосферой. Экзопланета вращается вокруг карликовой звезды. Несмотря на то, что планета находится в 8 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, температура на ее поверхности аналогична температуре на Земле. Ученые объяснили этот феномен тем, что родительская звезда гораздо холоднее и тускнее нашего Солнца. Однако сама планета оказалась крупнее Земли, но немного меньше Нептуна. Необходимо провести анализ атмосферы открытого объекта. Это одна из самых доступных для атмосферных исследований планеты, открытых на данный момент. Предыдущие исследования отмечают, что на таких прохладных планетах в атмосфере могут парить облака, что тоже очень похоже на земную атмосферу. Так, недавние наблюдения другой маленькой прохладной планеты показали наличие воды в ее атмосфере. Той 1231b – одна из немногих известных планет с аналогичным К2-18b размером и температурным диапазоном. Поэтому, будущие наблюдения за этим объектом позволяют определить, насколько часто или редко водяные облака образуются на мирах с умеренным климатом. Найдена экзопланета, создавшая себе новую атмосферу. Астрономы обнаружили экзопланету, которая сначала потеряла, а затем получила себе новую атмосферу. По мнению ученых, причиной тому стала активность вулканов на ее поверхности. Об открытии планеты GG 1132b, удаленной от Солнца на 41 световой год методом транзитов, астрономы рассказали еще в 2015 году. Считалось, что в прошлом она относилась к классу субнептунов, планета с радиусом больше 1,6 земного, меньше чем у Земли, плотностью и периодом обращения менее 100 дней и имела толстый слой водородной атмосферы. Открыв твердую планету, вращающуюся близко к своей звезде, ученые поняли, что видят лишь твердое ядро прежней планеты, атмосфера которой была сдута сильным излучением звезды. Однако исследования планеты при помощи телескопа Хаббл показали, что у планеты все-таки есть вторичная атмосфера, состоящая из молекулярного водорода, синильной кислоты, метана и ряда аэрозолей. Ученые считают, что водород, который присутствует сегодня в составе атмосферы планеты, был в ее исходной атмосфере, а затем был поглощен расплавленной магмой в мантии и теперь медленно выделяется благодаря вулканической деятельности. За счет вулканов на этой планете поддерживается баланс между количеством водорода, безвозвратно улетевшим в космос и вновь поступающим водородом. Видимая сегодня атмосфера регенерировалась, поэтому она может быть вторичной. По словам ученых, это открытие поможет при изучении других планет за пределами Солнечной системы. Как много планет, похожих на Землю, не рождались землеподобными? Некоторые могут рождаться, как субнептуны и становиться землеподобными за счет механизма, который светом испаряет первичную атмосферу. Этот процесс работает на ранних этапах существования планеты, когда звезда горячая. Затем звезда охлаждается, а планета остается. И если есть возможность регенерировать атмосферу, ее можно сохранить. Планета ГЭДЖИ-1132Би чем-то похожа на Землю. Также есть и отличия. Обе они имеют близкие плотность, размеры, возраст примерно 4,5 миллиарда лет. Обе имели в прошлом водородную атмосферу и претерпели сильное охлаждение. И на этом сходство заканчивается. Земля никогда в прошлом не была похожа на Нептун и находится на комфортном для жизни расстояния от Солнца. ГЭДЖИ-1132Би так близка к своей звезде, что полный оборот совершает всего за полтора земных дня. Благодаря приливам ГЭДЖИ-1132Би навсегда оказалась повернутой одной стороной к звезде. Отсюда вопрос, что поддерживает мантию достаточно горячей, чтобы оставаться жидкой и подпитывать вулканизм. Эта система особенная, поскольку имеет возможность для достаточно мощного приливного разогрева. Эффект приливного разогрева возникает благодаря трению внутри планеты, возникающему за счет вытянутости орбиты. Сила притяжения к звезде меняется от минимальной до максимальной в точках наибольшего и наименьшего удаления. В Солнечной системе примером такого воздействия является спутник Юпитера Ио, приливы на котором поддерживают мощную вулканическую деятельность. Вне пределах Солнечной системы обнаружили почти четыре тысячи планет, несколько десятков которых потенциальные двойники Земли или находятся в так называемой зоне жизни. Пока не найдено точной копии нашей планеты. Делитесь своими мыслями в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.